У меня сразу место писания. В это время Давид, видя, что Господь услышал его на гумнеорны и вусянина, принёс там жертву. Окей. Халилюя. Нас уже четыре человека. Ну, я себе, как обычно, лайки, сердечки. За меня смех поставь. Смех и одну слезу, так, чтобы сбалансировать. Потому что любая система стремится к равновесию. Любая система стремится к равновесию. Ну, как бы это логично. Да, что хочется равновесия в жизни. Мы сегодня об этом как раз говорили. Переисложение. Кто нас смотрит? Люди, напишите, кто там подсоединился. Ну, четыре человека шалом. Да. Мы как бы... Ну, один это я и ещё три. И я это... О, уже, видишь, как только написал, напишите, на одного стало меньше. Спугнул народ, короче, ты, Валик. Что ты... Это... Прекрасная погода, хочу заметить. Не жарко, прохладненько. Вообще просто... Утром даже на Моцике холодно. Господь просто сделал нам подарок в этом году, реально. Ты знаешь, я думаю, всё-таки это благодаря тому, что меньше выхлопов было из-за короны. Потому что всё-таки машины вырабатывают очень много тепла и углекислого газа. Не знаю, что тебе сказать. Ты механик, тебе виднее. Ну, это больше, наверное, та же термодинамика. Да. Машины вырабатывают очень много тепла, но если в мировом самолёте, сколько стоит, посмотри. Не знаю. Я рад тому, что не жарко. Да, я тоже рад. Я сплю до сих пор без мозга, поэтому как бы меня это... И я, кстати. Радует. Да, и утром на работу на мотоцикле. Холодно даже немножко. Немножко. Окей. Кому ещё холодно, когда едет утром на работу? Да, и пиши. Никто не пишет. Люди, напишите, кто подсоединился. Вот. Окей. А мне сегодня пришлось много работать. Представляешь, бывает такое в жизни, да? А, Валя. Кулик. Глазами и головой. Да. Читать и... О, Ирина Рыбакова, шалом. Составлять работу. Ира, шалом, мы тебя уже не видели много... Энное количество времени. Много дней мы тебя не видели. Таня Горкаменко, привет. О-хо-хо. Ну всё, Таня. Раз... Подожди, как Таня? А, ну да. Кто-то сердце нам послал. Таня же уже вернулась из кроссфита. Да, нам Таня послала сердце. Это Таня была? Ну... Да, это Таня была. Смотри, если Таня послала сердце, то это нормально. Да. Таня, как бы, по идее, должна посылать мне сердце. Не, ну это же наш общий эфир, это как бы, наверное... Ну она так, тайным путём, как бы, сердце. Но я понял, что это мне, как бы. Я понял. Да. Окей. Мы приближаемся. Я не знаю, смотрит ли нас кто-то новый или будет смотреть. Наташа Хеевец. Просто скажу, что мы первые пять минут посвящаем тому, чтобы дать людям подсоединиться. Поэтому это не пустые разговоры, это разговоры с людьми. И знаешь, слава Богу, что дигитальные технологии служат на благо Евангелия. Ну это однозначно, да. Мы сегодня с тобой тоже на эту тему рассуждали. Было интересно, как империи способствовали распространению или нераспространению Евангелия. Ну или я бы сказал, знаешь, как Бог использовал империю для определённых своих целей, да? Ну да, Богу вообще, как бы, он может, ну мы знаем, он использовал ослов, китов, этих птиц. Там медведя львов иногда людей пожрать, там пророка от голов съел лев, как бы. Да, лев, потом детей порвал, там медведь, короче. Ну, я не говорю прям, что Бог прямо это использовал, как бы, но просто, что... То есть Бог повелитель всякой плоти, да, и у него нет никаких проблем, чтобы слиться заговорило. Просто, знаешь, когда говорят, почему Бог такой вот, он там, типа, делает это, делает то, всегда нужно отталкиваться не от того, какой Бог и что он делает, а от того, какие мы и почему Бог с нами это делает. Потому что у нас мы можем быть злыми и не меняться. Я хочу просто уже 30 минут, но я хочу персонально помахать. Еленя Апанасенко, это наша, ну больше Марина подружка. Лена, привет, из Днепра, это её хорошая подружка. Лена, шалом. Мы уважаем белых, а, соответственно, их друзей. Мой друг, твой друг, да. Окей, замечательно, что ваши друзья смотрят эфир. Лена, не отрывайся от эфира, сегодня будет очень интересно. Окей, 7.30, друзья, время начинать. Кто не спрятался, я не виноват, называется. А у нас говорили, кто не заховался, я не виноват. Я понял. Мы с тобой из разных районов Украины так были, в смысле. Окей. Я помолюсь, и мы поскачем вперёд. Аллилуйя. Господь, мы благодарим Тебя за Твою любовь, за Твою милость, за Твою благодать, Господь. За Твою справедливость, за Твои суды, Господь. За то, что Ты не позволишь этому миру перейти какие-то границы, Господь, о которых мы сегодня говорили. Отец, мы просим просто Твою руку, Господь, Твое благословение на всех людей, кто нас смотрит. Просим водительства Духом Святым, Господь, чтобы нам сегодня пройтись по этой главе и вынести хорошие уроки. Башем Ешуа. Амин. Амин. Аллилуйя. То есть, знаешь, это хотел такое предисловие сказать. Да. То есть, Яков, мы продолжаем рассматривать... Жизнь Якова, да. Житие Якова, да, так, чтобы духовно... как бы выразиться. То есть, Яков, он, в принципе, находился не в Ханане на данном этапе, да, а в Галюте таком своеобразном. В изгнании, в изгнании. Ну, или в рассеянии. В рассеянии, да. Он сам не мог рассеяться сам в себе, как бы. Он еще не был народом. Да. Вот моя супруга тоже присоединилась. Отлично. Ну, это знаешь, как бы, это ты один там, да, что такое Галют? Ты один среди довольно недружелюбного окружения, да? Как там был фильм такой назывался? Чужой среди своих... И свой среди чужих. Свой среди чужих, да. Кстати, мне очень нравится этот фильм. Как бы... Я не помню, о чем он, но название такое замысловатое. Но, да, Яков в Падан-Харан, то есть, как бы, в южной... Падан-Арам. Арам, слиха, господи, у меня Харан-Арам перепутался. Он у, как бы, своих родственников. Но здесь, друзья, четко показывает Писание, что, ну, как родственные отношения плавно переходят в финансово-денежные, да. Как это, как сказать, из любви филио они плавно переходят в любовь прогмо. То есть, ну, или не любовь, а взаимоотношения под названием прогмо, прагматика, да, то есть, мы несколько разных вещей посмотрели из его жизни. Давайте я начну читать, и мы поймем, о чем идет речь, почему прогмо. И услышал Яков слова сыновей Лавановых, которые говорили, «Яков завладел всем, что было у отца нашего, и из имени отца нашего составил все богатство свое». Так начинались революции, между прочим. Да, ого, слушай, это... Ты понимаешь, то есть, очень-очень легко играть на чувствах бедных людей, о, Денис, очень легко играть на чувствах бедных людей и сказать, вы знаете, почему вы бедные? Вы бедные, потому что вот эта группа населения у вас все забрала. Ну, это классическая зависть, как бы, да, то есть, и в принципе мы знаем, что, по крайней мере, революция, о которой мы изучали, да, то есть, она была сугубо построена на зависти бедного класса населения по отношению к богатому. Ну, там, типа... Чувство несправедливости. Приукрасили все чувством несправедливости и так далее, что, типа, мы свой, мы новый мир построим, мы накажем богатых, короче. И, в конце концов, сами знаете, что из этого вышло. Но вот интересно, что, ты помнишь же, как, когда Яков пришел, только к Лавану зашел в его дом, да, то есть, там, и как его встретили, помнишь, о, там были слезы. Заходи, дорогой, да. Да, там были слезы, типа, о, ты там плоть от плоти моей, кровь от крови моей, короче, это были слова Лавана. И вот прошло, ну, там определенное количество времени, мне много лет прошло, и финансовые отношения забивают клин и зависть между родственниками, которые были... И я тебе хочу, кстати, сказать, если ты берешь на работу родственников, это вот из опыта... Весело, да, весело. Если ты берешь на работу родственников, делаешь дела с родственниками, это такая, ну, может все закончиться хорошо, но очень часто это заканчивается плохо. И ты просто портишь отношения, ну, нет, не то, что получается, что портятся отношения из определенных причин, и, как бы, потом люди не общаются. Смотрите, знаю ни один случай, ни один пример из жизни, естественно, не могу называть ни имен, ни ничего, короче, но знаю, что через время бывает такое, что жены мужей или, там, братьев или еще кого-то могут начать завидовать друг другу. Тут дети начинают завидовать детям, как бы, то есть, ну, в принципе, Яков это сын Ицхака, да, то есть, а Ревека, слегка, Рахель и Илья, это дочки Лавана, то есть, это, ну, как, симметричная, симметричная родня. Параллельная. Параллельная, да, то есть, и начинается зависть. То есть, представь, да, вот, допустим, у Лавана есть сыны, сыновья, вот они растут, а это 20 лет промежуток времени, да, 20 лет. Пришел какой-то Вася, извините, если кого-то зовут Вася, не хотел обидеть никого-то, пришел какой-то парень из дальнего, из ближнего зарубежья, скажем так, с одной кошелочкой, с сухарями, без ничего, и через 20 лет он просто стал мега олигархом в этой... Посещает его бизнес-идея насчет прутьев. Да. И у него начинает расти стадо. Но тут, кстати, один из ответов в этой же главе насчет прутьев там и так далее, то есть... То есть, эти-то сыны, они как бы росли с надеждой, что это все им будет? Ну, судя по всему, да. То есть, ну, а вопрос, поднимался у них когда-то вопрос, что Иаков сам по себе отдельная личность, да, то есть, и что ему тоже как бы надо, типа, зарабатывать, и что он не будет всю жизнь рабом у Лавана. Да, и судя по тексту, Иаков работал там больше всех на самом-то деле, а не сыновья. Окей, да, но он потом об этом позже скажет. Окей, хорошо, я начну читать дальше. Да. И увидел Иаков лицо Лавана. Опять мы возвращаемся, мы в прошлой главе рассматриваем. То есть, есть иногда такие события, что ты не можешь просто проконтролировать свое выражение лица. Ну, еще можно сказать, что лицо является... Очень сложно на самом деле контролировать полностью выражение своего лица, и люди, которые нас смотрят, многие знают об этом, что у некоторых людей на лице все написано, как бы... Кстати, одним из признаков зрелости также считается умение контролировать свое лицо не в плане того, чтобы врать и скрывать какие-то тайны, а в плане того, чтобы не оскорблять, даже если вы что-то думаете интересное там в сердце, но чтобы ваше выражение лица не оскорбляло человека. Но в данном случае лицо начинает говорить, то есть слова никто не говорит, это все говорится за спиной у Иакова. И, кстати, хочу тебе сказать, Валя... Но это записано в Слове Божьем, да? Нет, это записано... Я хочу тебе сказать, ты знаешь, у меня была в жизни ситуация, когда мы были в определенном кругу людей, которые говорили за нашими спинами, мы это видели и знали по их лицам, как у них изменялись лица и отношения, ну, сердечные. Окей, и увидел Иаков лицо Лавана, и вот оно не таково к нему, как было вчера и третьего дня. Люблю эту фразу. Вчера и третьего дня. В Иврите посмотрел тоже, кстати, и сказал Господь Иакову. Интересно, да? То есть... То есть... Подожди, подожди. Да, 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 да. Тут же подожди. Тут смотри. Тут мы видим, как в музыкальном произведении, 20 лет все было, скрипочки, да, и тут начинается создаваться напряжение. Напряжение создаваться, да? Да, 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 да. Земная кора трещать. По швам. По швам землетрясения, все, но это еще не само землетрясение, это только такие предвосхищения. То есть началось... Лицо. Начинает создаваться напряжение. Да, да. В этой семье. И Бог это знал заранее уже. Да. И он, Якова, значит, к Якову обращается. То есть у Якова было напряжение, к нему во время этого напряжения обращается Господь, да? Слушай, это так интересно, вау. То есть... То есть знаешь, как тюбик сдавливаешь, опа, и с него пошла паста. Да, ну вот интересно сказал, да, что 20 или сколько там лет были скрипочки как-то. То есть никаких изменений не было, все было ровно и гладко, да? А сейчас дробь барабана. Нет, ты знаешь, в фильмах обычно начинают появляться тучи на небе, там, вадает свет. Да, и грозная музыка. Да, 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 да. Перебои с электричеством, знаешь, там, и такая... Та, 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 та. Как в фильме «Психо». Я, кстати, обожаю фильмы «Хичкок». У меня сейчас камни полетят. Ну сейчас, да, ты смотри, молодежь только не смущает. Да, почему? Ну ладно. Не важно. И Господь, ты правильно говоришь, то есть в эту прямо, так сказать, в это самое начинающееся ненастье тут же Господь и говорит «Возвратись в землю отцов твоих и на родину твою, и я буду с тобой». И послал, вот, ну, то есть Господь вмешался, а дальше идет анти... как это сказать, анти-мега-патриархальное учение, короче. Окей. И послал Иаков, позвал Рахель Илью в поле к стаду мелкого скота своего и сказал им «Я вижу лицо отца вашего, что оно ко мне не таково, как было вчера и третьего дня, но Бог отца моего был со мною. Вы сами знаете, что я всеми силами служил отцу вашему, а отец ваш обманывал меня и раз в десять переменял награду мою, но Бог не попустил ему сделать мне зло». Хочу тут остановиться. Давай. Хочу проехаться, братья и сестры, по нашему совковому менталитету и нашему совковому укладу жизни. Вот смотрите, что тут написано, патриарх Яков, да, которого пишут до сих пор, он жил три тысячи лет назад почти, и мы до сих пор разбираем его жизнь, потому что это был святой человек. Больше, три с половиной. Да, смотрите, во-первых, он позвал, он любил Рахель, мы знаем, но он пошел к Лею и Рахель, к обоим. Да, он не сказал, так с Леей я вообще разговаривать не буду, она таракан для меня, то есть ноль. Нелюбимая. Да, нет, он взял их двоих, пошел, если он взял ее в жену, у него была ответственность по отношению к ней, это раз. Говорит, смотрите, я работаю у вашего отца уже 20 лет, я вижу, что он на меня сейчас злится, что у него изменилось лицо, то есть внутренность его, она враждебна по отношению ко мне. Теперь смотрите дальше. Извини, я быстро вставлю, в притчах говорится, что по-моему, клеветнический язык производит недовольные лица, вот такое вот есть выражение. Или не клеветнический, я потом посмотрю. То есть смотрите, я вам сейчас прочитаю этот библейский отрывок, как бы советский человек или постсоветский человек реагировал бы, а потом мы прочитаем, как Яков реагировал. То есть смотрите, как бы советский человек сказал. Я вижу лицо отца вашего, что оно ко мне не таково, как было вчера и третьего дня, но Бог отца моего был со мной. Вы сами знаете, что я всеми силами служил отцу вашему, отец ваш обманывал меня и раз десять переменял награду мою, поэтому я стырил у него еще больше, чем он стырил у меня, потому что мне полагается. Так бы сказал советский человек, друзья мои, и я это видел миллион раз, даже здесь в Израиле люди, которые приезжают оттуда, они все равно вот этот совок привозят с собой. Один человек сказал мне, они мне не доплачивают, а я бумагой дал. Так это я имел ввиду, а я тырю это с другой стороны. Смотрите, Яков что сказал? Он меня обманывал раз десять. Да. Двадцать лет он работал, Яков, у него, что я всеми силами служил, то есть он продолжал быть честным, ответственным и ничего не тырил, да, как мы это говорим. Теперь, что он говорит? Но Бог не допустил ему сделать мне зло. Друзья мои, если уже мы верующего Христа Иисуса решили, приняли водное крещение, пообещали Богу добрую совесть, принимаем причастие, то есть мы причастны к Церкви Божьей, к телу Христа. Друзья, давайте поступать как Яков, давайте мы не будем поступать как совок, давайте мы не будем тырить у наших хозяев, которые продукцию покупают за свои деньги личные, понимаете? Но Бог... Не, но если даже есть хозяева, которые воруют, то в принципе Яков ждал, пока Бог вмешивается. Да, смотрите, Бог не допустил ему сделать мне зло. Друг мой, если ты позиционируешь себя как верующий, то жди, друг мой, пока Бог не вступится за тебя. Не надо тырить туалетную бумагу или моющие средства у хозяина своего, чтобы ты компенсируешь свои убытки. Типа совесть успокоила. Да, ну я ему вернул, да. Вот это то, что я хотел сказать. Аллилуйя, я с тобой полностью согласен и хочу сказать, что я лично что обратил внимание, да, то есть этот отрывок меня вдохновляет очень сильно на то, как быть мужем Божьим в плане того, как относиться к своей жене. Понятно, что мы разбирали ситуацию с Яковом, что у него нестандартная ситуация, что он, скорее всего, Лея, что, скорее всего, Лея стала, как бы, одеждой его старшего брата. То есть мы уже об этом говорили, я не буду возвращаться. Но Яков не решает самостоятельно в семье. То есть понятно, что он не бегал к Рахиле и Лее, там не спрашивал, а как мне подстричь эту козочку, а как мне что, а как мне это. Но когда настал момент, как бы, очень важный момент, ключевой решающий момент для семьи поменять движение семьи, Яков не стал принимать решение сам. Он позвал своих жен, объяснил им всю ситуацию. Он их не позвал, он сказал, так, бабы, короче, собрали свою помаду. Подорвался. Мы выдвигаемся в хана, нацу ни слова, короче. Детей собрали, рты позатыкали. И там, короче, я там крутой пацан. Да, и на радиосвязь не выходим, короче. Да, спутниковые телефоны не включать, да, типа такого. Вообще, то есть, ну, вы понимаете, о чем я говорю? То есть шутки шутками, но Яков позвал своих жен, потому что они имеют великую силу и великую большую позицию в его жизни. Он не принимает решения самостоятельно. Он, как написано, по совещании веди войну. И по множеству советников будет тебе успех. То есть он собирает всех, военный совет говорит, мы дальше будем воевать вот так. И советуется со своими женами. Но самое главное, что меня радует, это то, что он полностью объясняет им, что это не его безумный план, это не его какие-то амбиции или его обида, самое главное. Потому что, ну, 10 раз переменять награду, это уже тут, ну, можно было так обидеться, короче. Это знаешь, это знаешь. Я с Габриэлой иногда играю в карты. И она любит махливать. Не, ну, это не считается. Знаешь, это оно, это нервирует на самом деле. Потому что ты надеешься на честную игру. Да, да. Как бы, ну, это ребенок, понятно, я не злюсь на нее, мы смеемся. И меня внутренне, я понимаю, что это ребенок, но это раздражает, когда человек с тобой нечестно играет. Ну, и тут, а тут 10 раз переменял, и это уже не ребенок. Понимаешь? Кроме того, у него еще там сыновья и так далее. Но, кстати, я слышал, что многие там учат. Вот Иаков обманывал, короче, своего отца, так его и Лаван обманул, так ему и надо. Но, друзья, здесь написано, ваш отец обманывал меня и раз 10 переменял награду мою, но Бог не попустил ему сделать мне зло. Поэтому все вот эти учения о том, что, типа, а, что посеял, то и пожал, короче, та-та-ти-та-та-та, здесь это все не работает, друзья. Это не тот стих, не то местописание. Здесь совсем другое. То есть Бог не допустил, чтобы Лаван сделал ему живо. То есть, да, как Бог пообещал ему тогда в Биршеве, когда он увидел лестницу Якова. В Байтеле. В Байтеле. Да. Он увидел лестницу Якова, он сказал, я тебя сохраню, я тебя благословлю и я верну тебя еще сюда-обратно. И Бог это исполнил, то, что обещал. Да, но теперь смотри. Восьмой стих. Когда сказал он, ну, Лаван, да, то есть, когда он десять раз переменял награду, что скот с крапинами будет в тебе награду, в награду, то скот весь родил с крапинами. А когда он сказал, пестрые будут тебе в награду, то скот весь родил и пестрых. То есть, понимаешь, Бог ему показывал, что, мэн, справедливость, вот она. Так что самое удивительное, что Якову не нужно было напрягаться. Бог сказал, я за тебя заступлюсь, короче. Кстати, да, вот очень важный принцип. Потому что, когда Бог вступается, ты не напрягаешься. Амэн. То есть, мало того, кто мог управлять рождением всяких пестрых и, там, других коз, короче. Короче, естественно, Бог, он написано, как ты сказал сегодня вначале, что он Бог всякой плоти. Да. И всякой плоти мы обычно думаем, что это всякой плоти, это всякого человека. На самом деле, это не только люди, а всякой плоти. Вообще всякой, да. Как мы сегодня сказали, что Бог действовал и через воронов, и через рыб, птиц, зверей и так далее. Кстати, от рыб, да, когда Пётр, да, монету вытащил. Пётр вытащил монету, этого самого, скушал. Левьятан, да. Боже. Иону. Скажи мне, да, я скажу. Иону скушал этот самый. Потом осёл, ослица говорила. Потом про льва мы говорили, да, то есть и так далее. То есть, ну, масса всяких примеров. И тут, то есть, Лаван говорит, Бог по его слову типа делает. В плане того, чтобы Якова благословить. И дальше в девятом стихе он говорит. И отнял Бог скот у отца вашего и дал мне. Что значит отнял? Ну, это не значит, что, ну, Бог там, не знаю, послал ангелов, они украли три стада и перевели к... Ночью. Ночью, да. Ночью украли стада и отвели к Якову. Нет. Лаван сам говорил слово. Он говорил, я тебе заплачу пёстрым скотом. Бог говорил, отлично. Яла. Отлично. Яла пёстрый скот. Скот, да. В студию. Да. То есть, ну, написано, что Бог, он хитрецов своей же хитростью обличает и разоблачает. И как бы всех вот этих вот мутных, как это сказать, мутных людей, короче, Бог их же глупостью и хитростью, он действует против них так, что потом они, то, что они там хитрили, а басов всё выходит так, что благословляется тот человек, которого Бог защищает. На иврите есть это, такая поговорка, афуха лафухна это называется, знаешь? Ну, короче, то есть, смотрите, друзья, я знаю, что прошлая жизнь учила нас очень много мутить. Да. Замутишь, короче, там траток. Не замутишь, не проживёшь. Да, типа такого. Ну, вот как раз здесь нас эта глава и учит, что мутить не надо, как бы, надо же честно перед Богом, чтобы Бог защищал нас. Я знаю, что иногда, ну, по личному опыту, иногда сложно дождаться, ну, как сложно, то есть, по плоти хочется сразу резануть так, чтобы это… Ты знаешь, я ещё хочу тут, ну, дать понять, что… То есть, когда мы говорим, вот, да, вот эту историю рассматриваешь, и Лаван обманывал, Яков честно работал, как бы, есть такое слово фраер, как бы, да? Я не говорю, что верующий должен быть фраером, что когда с тобой поступают несправедливо, ты закрываешь рот. Я не за это говорю. Это надо объяснить, если смотрят друзья с Украины. В Украине фраер значит совсем другое, поэтому, как бы… Ну, объясни, потому что я, наверное, не смогу объяснить. Окей. В Израиле фраер – это человек, который… Ну, как говорят… На котором можно ездить. На котором можно, да, то есть, он… Его, как бы, ну, делают потихоньку, а он даже на это не обращает внимания, и, как говорят здесь, земля на фраерах держится, да, то есть, на тех, кого можно легко обмануть, как бы. И, типа, здесь, как бы, выглядит… То есть, ну, фраер, он, типа, если его обманывают, он не идёт ни в суд, ничего. Глупец, скажем. Да, то есть, он просто продолжает так же жить, чтобы его обманывали. И здесь Яков, как бы, выглядит таким человеком, что, типа, его обманывают, а он, типа, продолжает служить всеми силами, короче. Ну, на самом деле, он, ну, он не фраер. Но ты хотел сказать, продолжи, про фраеров. Да, просто не подумайте, что именно Яков был фраером и глупцом, что его обманывали, и он вот такой вот, как бы… Нет. Лопоухи. У Якова было Божье откровение. Да. И он дождался, когда Бог ему сказал, выходи со всем, что у тебя есть, а у него было много. Мы читали в прошлой главе. То есть, друг мой, если у тебя нет слова от Бога в определённой сфере, то действуй согласно здравому смыслу. Ну, или писанием. Или писанием, да. Написанному слову, да. Да, то есть, не надо быть фраером, короче говоря, в израильском понимании этого слова. Ну да, то есть, если тебя обманывают, то стоит на это обратить внимание. Окей. И отнял Бог скот у отца вашего и дал мне. То есть, мы теперь уже поняли схему, как это сработало. По слову Лавана, Бог всё время делал так, чтобы Яков был благословлён. Можно я скажу? Из личного, значит. Из личного, значит. У меня была тяжба с одним человеком, вообще не буду назвать ни имён, ни фамилий. И, значит, мне приснился сон, что я во сне, вы будете сейчас смеяться, Макс знает об этом, что во сне я ограбил... Я уже посмеялся, да. Макс, Макс, я это, я увидел во сне, что я ограбил двух эфиопских детей. Пусть меня, если кто-то из эфиопов понимает на русском языке, простите меня. Ну, вот такой сон мне приснился. Значит, тяжба была на много-много денег, как бы. Это касалось бизнеса. Вот, мне приснилось, что я ограбил двух подростков по 8 лет эфиопов, а эфиопов, в свою очередь, ограбили золотой магазин. Вот, такой сон, как бы. Потом, когда тяжба разрешилась в мою пользу, я узнал, что у сына этого человека, жена эфиопка, у него родился сын эфиоп. То есть, я предположил, что трактовка сна была, что наследство, которое полагалось этим эфиопам через сына этого человека, оно досталось мне, как бы. Я как бы ограбил. Но я это не ограбил, я через суд. Нужно объяснить, что если бы этот человек остался верным тому договору, который был между вами. Да, никого ограбить не надо. Да, он бы так и принес это наследство своим детям, и этот бизнес был бы богословением. То есть, это не то, что ты кого-то ограбил. То есть, у меня было слово от Бога до того, как это случилось, и это потом исполнилось. Как бы. Вот. Ну, такая маленькая история. Окей. Ну, я думаю, что у многих людей есть свидетельство того, как Бог вступался за них, если мы дожидаемся как бы, ну, дожидаемся от Бога. И еще раз говорю, что это не всегда просто дождаться от Бога. Иногда нужно наступить себе на горло, потому что... Я тебе скажу, великие мужи веры не дожидались и делали по плоти. Да. И часто обстоятельства цепляют до такой степени, что хочется среагировать и в очередной раз сказать, как этот человек был неправ, как он меня там обидел, как он на меня там наклеветал или еще что-то. Но в данной ситуации мы видим, что 10 раз переменял награду, да. То есть, 10 раз менялись обстоятельства, и он 10 раз пытался мутить, и все равно Бог благословлял. И, друзья, хочу ободрить вас. Если вы находитесь в ситуации, когда вы ждете именно как бы судов Божьих, то есть, чтобы Господь рассудил между вами и тем, кто вас там сильно обидел, будьте, наберитесь еще терпения. Любовь написана долго терпить, ждите. Пусть Господь решит между вами ваше дело, как бы ваш эссек. Постарайтесь не мстить по плоти, постарайтесь не говорить какие-то там плохие слова, звонить кому-то, пытаться добиться справедливости, искать каких-то... Или оправдать себя в глазах людей. Да, решал каких-то искать там и так далее. Остановитесь, берите пример с Якова. Остановитесь, да? Остановитесь, берите пример с Якова. Потому что... Амэн. Да, прошло много времени, но при этом Господь, когда Господь вмешался, мы сейчас посмотрим, что было дальше. Я вообще хочу сказать, у кого есть бизнес, братья, сестры, изучайте Сипуру, вот эту историю Якова. Потому что это глубина для бизнесмена просто неисчерпаемая. Терпение, надежды на Бога, эталоны честности, праведности, трудолюбия, самоотверженности, ну много чего. Вы знаете, друзья, я вам хочу сказать, несмотря на то, что наш мир постоянно махмир, да, то есть он все время ухудшается и становится хуже, честность все равно побеждает. Амэн. Вот хотите верьте, хотите нет. Оставаться самим собой, оставаться честным человеком, стараться, естественно. Честность все равно побеждает. И все равно придет время, когда выйдет ваша праведность на Божий свет. Знаешь, это я смотрел как-то фильм какой-то, я уже не помню, какой фильм, и там, значит, один собеседник другому задает вопрос, ты живешь честно? Он говорит, стараюсь. То есть я не знаю, кто на 100% честен, но мне понравилась фраза стараюсь. Ты знаешь, я когда перечитывал, ну, не всеми любимый ветхий завет, там Бог, ну, кстати, красиво перевели, я, кстати, сейчас хочу в защиту синодального перевода, красиво перевели, когда Бог говорит Моисею, или Моисею народу, я уже, честно говоря, не помню, но там такая фраза. Старайтесь исполнять заповеди. То есть как-то вдруг мне это слово коснулось, что ну, мы не в, как это, мы не роботы, мы не в армии, мы не рабы в плане, что нас кто-то избивает. Бог говорит свободным людям, Он говорит, старайтесь. То есть если вдруг ваша совесть вас начала обличать или говорить какие-то вещи, что вы здесь поступаете неправильно, обратите внимание, присмотритесь. Может быть, Бог говорит вам через вашу совесть, что вам нужно здесь постараться как-то переступить через свои какие-то амбиции, или даже какой-то грех остановить, как это было у Каина там и так далее. Окей, но хочу вернуться к тексту и открыть секрет успеха сельскохозяйственного, да? Да, да, почему? То есть мы в прошлый раз сказали… Скотоводческого. Скотоводческого, да. То есть в прошлый раз мы говорили, что пришла как бы типа идея, интерпренер – это новооткрыватель, да, то есть пришла новооткрывательская идея, и в бизнесе там бумы пошли, короче, пестрые козы. А здесь дальше объясняется, откуда идея пришла. В, значит, в одиннадцатом стихе я читаю, это Бытие, тридцать первая глава, одиннадцатый стих. «Ангел Божий сказал мне во сне, Иаков, я сказал, вот я». То есть Яков, можно сказать, был еще и пророк ко всему же. Да. Ну, это вообще как бы тема очень, что наши оценки не только были скотоводами, они были пророками, да, однозначно. То есть каждый, кому Бог обращался, это был пророк. Да. Он сказал, «Возведи очи твои и посмотри, все козлы, поднявшиеся на скот, пестрые, с крапинами и с пятнами, ибо я вижу все, что Лаван делает с тобою». Это круто, знаешь? Бог говорит, в принципе, «Мэн, ты знаешь, я вижу твои страдания, я вижу, что с тобой поступают нечестно, но ты еще чуть-чуть потерпи, немножко». Скот пестрый, с крапинами и с пятнами, то есть, ну, в моем сегодняшнем понимании, да, то есть это, ну, то есть это не чисто белые, да, то есть он, я вижу, что с тобой поступают не по чесноку, да, не чисто белые. И, кстати же, в жертву не годятся эти животные, да, с пятнами, то, ну, должно было быть, ну, одноцветное животное. Ну, я не знаю насчет цвета, как бы, я знаю, что там недостатки, как бы, честно, не помню, но вопрос в том, что для меня эта картина выглядит так, да, то есть... Знаешь, если на еврейте афор, муть, вот, то есть все, что с тобой делается, это все пестрое, с крапинами и пятнами, ну, все нечистое, другими словами. Ни идеальное, несовершенное, да. Ибо я вижу все, что Лаван делает с тобой, все вижу. Вы знаете, меня очень сильно успокаивают эти места писания, потому что в одном месте Бог говорит, Якову, я не отступлю от тебя до тех пор, пока не исполню все, что я тебе сказал. Это просто железное обетование, железная фраза такая. Вы скажете, ну, я же не Яков. Я тоже себе говорю, я знаю, что я не Яков. Я знаю, что Валик не Яков. Но я знаю, что Господь, если Он что-то пообещал, и самое главное написано, что Он видит всю несправедливость. Если вы думаете, что Он только у Якова видел несправедливость, тогда вспомните людей Содома и Гомора. То есть там не было христианской церкви, которую гнали содомляне или что-то еще. Там были обычные люди, которые взывали, вопили, которых унижали, которых оскорбляли, насиловали и так далее. И Бог это услышал. Не думайте, что Бог слышит только христиан. Это, кстати, очень глубокое заблуждение. Да, христиане, естественно, скажем так, на прямом общении, ну, те, кто знает, что такое прямое общение с Богом, естественно, ну, те, кто не живут по плоти, скажем так, потому что есть христиане, живущие по плоти, которые потом сетуют, что как это? Бог меня не слышит, не отвечает на мои молитвы. Это что-то другое. Христиане, живущие по духу, они знают, что такое общение с Богом прямое. И, ну, для них это не вопрос. Но я хочу вам сказать, что Бог слышит не только христиан. Бог слышит всякого человека, взывающего к нему от всего сердца. Амин. И Бог видит всю несправедливость на земле. Нет такого, что... А я не знал, да? Как некоторые президенты говорят, да, что там взорвалось у вас, а я не знаю, мне не доложили, мне сказали. Да, ну, такое тоже бывает. Да. Ну, Бог, слава Богу, все знает. Вот. Поэтому важно, чтобы вы, друзья, обратили на это внимание и утешились этим словом, что Бог видит все, Он знает все сердца, Он знает, что происходит вокруг, Он знает, кто что про вас думает, кто как молится, потому что есть люди, которые молятся против других людей, при этом думают, что они как бы молятся по духу там и так далее. Ну, есть, я сказал, есть плотские христиане, они, кстати, я шутку недавно прочитал в интернете, выходит человек с экзамена, да, проверяет ответы, которые он там написал, и вдруг такой, ой, Господи, пожалуйста, сделай Париж столицей Италии, потому что я так написал в контрольной работе. Ну, это такие, да, конечно, очень грубый пример, но это приблизительно как молятся плотские, плотские или плотские христиане. Окей, или там люди, которые говорят, что они верят в Бога. Итак, я вижу все, что Лаван делает с тобою. Я Бог, явившийся тебе в Бейт-Эль, где ты возлил елей на памятник, на Мацеву, да, то есть ты дал мне обещание, теперь встань, выйди из земли этой и возвратись в землю Родины твоей. Хочу тут остановиться, знаешь, тут очень круто, тут, понимаешь, как бы, то есть у Якова была своя временная линия, да? Да. 20 лет, когда Бог ему обратился первый раз и второй. И Бог напоминает, ты помнишь вот того Бога, который в эфире тебе обратился, это я. Теперь у Бога, Бог может быть просто с одной комнаты зашел в другую. Тут он сказал Якову, в другой комнате сразу он сказал через 20 лет. Мы не знаем, как это у Бога работает. Это время Божье, да? Да, да, но Бог ему напоминает, я к тебе обратился, я тебе пообещал, и ты мне пообещал. Бог ему напоминает, что и твоя часть тут есть. Что мы с тобой заключили, да? Да, нет, так подожди, он же ему обещал, что он отдаст десятину со всего. Ты представляешь, он был очень богатый человек, очень богатый. И я тебе скажу, бывают месяца в бизнесе довольно прибыльные. И ты потом начинаешь думать, а это сколько же десятина будет? Эх, и я тебе скажу, бывает непросто, знаешь, как бы, такую сумму, как бы, отдать в церковь, как бы. И это проверка нашего сердца, на самом деле, к чему мы привязаны. Да, и это, ну, бизнес на самом деле, это, да, испытание в какой-то степени, потому что, то есть человек, который начинает бизнес, должен быть готов к тому, что с какими-то вещами, ну, нужно не то, что будет расстаться, а действительно, как ты сказал, не прилипать к ним, да, то есть. Да. И, ну, в самом бизнесе зла нет, но есть зло в сердцах людей, которые могут прилепиться к разным вещам. Сребролюбие, да, причина всех бед написана, всех абсолютно бед на земле сребролюбие, так написано. Да, амэн. И просто я хочу сказать еще так, что бывают дни в жизни, когда ты, то есть, ну, это не дни, это я даже сказал бы годы, да, то есть, когда есть определенный образ жизни, ты к нему привыкаешь, тебе кажется, ну, то есть, знаете, я хочу сказать так, что как только человеку начинает казаться, что так будет всегда, приходит иногда. Друзья, я хочу вам сказать, как только вы себя ловите на мысли, что так будет всегда, готовьтесь к тому, что так всегда не будет. Кстати, как о хорошем, мы говорим, так и о плохом. Амэн, сто процентов. То есть, Бог все равно покажет вам, если вы уже через какое-то время к чему-то прилипли, Бог вас встряхнет и покажет, к чему вы прилипли, и чтобы вы от этого отлепились. Как говорится, Он будет держать вас в тонусе веры, скажем так. Это на самом деле благословенное состояние. Теперь, смотри, тут очень интересно еще, опять же, классика Божья, на которой мы вот прямо стучим, как бы уже много раз. Встань, выйди, теперь встань, выйди с земли этой, возврати в землю Родины твоей. Теперь смотрите, Бог, в принципе, говорит Якову, я подписал бумагу, ты возвращаешься домой. То есть, у Якова, ну, он мог остаться. Мог, у него куча козочек, там, всех делов, там. Смотрите, Бог таким образом говорит, твое благословение в этой местности закончилось. Да. Финито. Я больше не буду благословлять тебя здесь. Амэн. Я буду благословлять тебя в другом месте. Ты должен переместиться. Понимаете, друзья, как важно слышать голос Божий, знать волю Божью и вовремя передвигаться. Потому что мы можем раньше передвинуться, мы можем не различить Божий голос или призыв остаться, а наше благословение здесь уже может закончиться. Понимаете? Да. Вот, как бы, да, рассудите, вот, рассудите сами в этом. Удивительная книга, Быкин. Удивительная. Я просто, это, я думаю, что одна из моих самых любимых книг, потому что здесь, как говорится, за жизнь. Лыхаем, да? Да, да, за жизнь. Окей, но я хочу, то есть нас, в принципе, не я хочу, а 14 стих возвращает нас, знаете, как, ну, теперь, когда мы изучаем Писание, мы теперь отвечаем на шесть основных вопросов, да, где, когда, с кем или кто, то есть мы опять возвращаемся на место действия, да, то есть они вышли в поле, он вышел в поле с женами, в поле, чтобы его никто не слышал, чтобы это был чисто, как это сказать, интимный совет, так сказать. И возвращаемся в поле, и Лея и Рахель сказали ему в ответ, если еще нам доля и наследство в доме отца нашего, то есть он им полностью раскрывает свое сердце своим женам, да, то есть, и самое главное, что не просто свое сердце, а сердце взаимоотношений с Богом. Амэн. И я хочу сказать, мужья, дорогие, может быть, вы считаете своих жен недуховными, может быть, вы думаете, что они там недостойные, и что они там грешные, короче, как та Ева, которая подвела, короче, все мужское население планеты, короче, и так далее. Если вы живете до сих пор в этом кумаре, ну, извините, что это по-другому не назовешь, выходите из этого кумара, раскумаривайтесь, короче, потому что наши жены, это наши помощники, это люди, которых Господь поставил... Это плоть от плоти, как Библия пишет нам. А Господь поставил их рядом с нами, чтобы они вот, чтобы мы так приглашали их в интимное общение, и чтобы мы с ними говорили и рассказывали, чем Бог делится с нами, какая у нас жизнь с Богом, что мы думаем, какие сны нам снятся. Смотрите, не все сны, понятно, что они от Бога. Смотри, второй мотив, первый мотив, то есть есть религиозное восприятие, что человек не считает женщину за кого-то, с кем нужно, как бы, советоваться, да? Да, вообще не считают за это, только где-то производители. Вторая крайность, мужья бывают бояться жен своих и боятся сказать правду. Да ладно! Я это видел, причем в кризисных ситуациях это играло плохую шутку, знаете? Друг мой, в частности, друг. Друг, да, это именно друг. Я призываю тебя, первое, общайся со своей женой. Амэн. Делись своим сердцем со своей женой. Если есть проблема, скажи честно. Да. У нас есть проблема, у нас опции такая, такая, такая. Будет, скорее всего, плохо длительный период времени. Расскажи честно. Если ты боишься, что от тебя жена уйдет, не бойся. Разное бывает. Бывает, кстати, из-за экономических проблем браки распадаются. Я видел такое не раз. Но твоя задача сказать все честно, перед Богом и перед женой, да. Как Яков это сказал. Если да, если вопрос, ну, короче, то есть, амэн, пастор Валентин. И я хочу ободрить вас, братья, введите своих жен, вводите в курс дела. Да. Молитесь вместе с ними. Дайте им должную позицию в семье. Должное уважение. Потому что, знаешь, у жен очень часто есть то, чего у нас не хватает. У них есть решение очень часто, Валик. Давай признаемся. Решение. У них есть интуиция. Что ты как бы, а, да, так, одуванчик. Я же говорю, не, 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 это не подходит. Этот человек мне не нравится. И бывает очень часто про вас. Я больше скажу про себя. Ну, давай. У меня часто бывает такое, что я захожу в Атров, короче. Атров это, давай, для русского говорящего. Мы все умрем. Это в истерику, что ли, эмоциональную. Нет, это не истерика, но я захожу. В панику, паника, да? Атров это паника, в принципе. Типа такого. Я захожу, я это называю темная сторона Луны, короче. Я со светлой перемещаюсь в темную, и я уже вижу только темную сторону. То есть ты заходишь на темную сторону, сидит Дарт Вейдер, Оби-Ван Каноби, и ты с ними там, да? Ну, типа такого, знаешь, по поверхности Луны перепрыгнул, короче. И когда я жене говорю, ну все, у меня, она уже меня знает за 28 лет. Я говорю, она на темной стороне Луны часто она говорит одно предложение. И я вдруг понимаю, что, елки, да я же... Так я обратно тогда на светлую сторону Луны. Да я как бы, да, зашел, короче. В какие-то углы, в которые заходить не надо было. И, ну, реально, друзья, расчехляйтесь, братья. Короче, хватит быть строгими со своими женами. Хватит их считать за второй сорт. Приближайте их к себе. Вы увидите какое-то благословение, когда твоя жена стоит с тобой не как, как это сказать... Прицеп на паровозе, да? Не только прицеп, а как забитое какое-то создание, которое ты забил за всю эту жизнь и не можешь получить от нее ответа. Когда она стоит с тобой с чувством собственного достоинства, и она знает, что ты ее любишь, и ты ее ценишь и уважаешь, вот тогда она способна без страха дать тебе даже какой-то совет, который... Радикальный. Да, радикальный, но он тебя выведет из этой ситуации. Поэтому, друзья, не тормозите. То есть тут явно был семейный совет, да? То есть он им все рассказал. И Рахиль Илья говорит, есть ли нам еще доля в наследство в доме отца нашего? То есть, если бы их голос был не важен, тут бы этого бы написано не было. Было бы написано, Яков снялся, и все семейство с ним. А слушай, что дальше. Не за чужих ли он нас почитает? Ибо он продал нас и съел даже серебро наше. То есть они прекрасно понимают, как он и с ними поступил. И самое интересное, что теперь посмотрите цепочку. То есть Лаван, зная, что его дочери замужем за Яковым, и что, в принципе, это их будущее, ну, это их семья и их будущее. То есть оборовывая Якова, он оборовывает своих дочерей и своих внуков, о котором он там потом клянется в любви, что, короче, я там это, я там то, что ты забрал внуков моих, чтобы мне их там обнять, поцеловать. Слышишь, дружище, а что ж ты у них, ну, забирал... Наследство. Наследство, если там такой ты крутой парень. Конечно, есть еще одна версия, что он... Смотрите, это тоже очень интересный момент. Допустим, в стране, если народ обессилить и у них забирать все время что-то, то они тогда не смогут, у них не будет достаточно силы для того, чтобы стать самостоятельными или уйти куда-то. То есть, ну, если все время их держать в бедности, то они как бы, ну, и будут такими, да. То есть есть такие страны, мы знаем, где, ну, где невыгодно народ, вот, не чтобы он богател, не чтобы он образовывался... В принципе, это мечта любого правителя. Диктатора, в принципе. Диктатора, да. Я хочу сказать, что во многих семьях есть такая проблема. Муж от своих родителей отлепился, а жены по-прежнему продолжают, типа, ой, мама, ой, папа. Или наоборот. Ну, и наоборот тоже есть. Но в данной ситуации я именно хочу показать, что именно жены говорят, есть ли еще нам доля и наследство в доме отца нашего. То есть они уже отлепились. Они уже готовы идти вместе со своим мужем, понимаешь? То есть они ему настолько доверяют, что они готовы за ним пойти. Смотри, он себя, на мой взгляд, зарекомендовал как честный человек, трудолюбивый, искренний. Смотри. От этой истории, честно говоря. Смотри. Вот смотрите, что они ему говорят. Вот не за чужих ли он почитает нас, это 15 стих, да? 16. И поэтому все богатство, которое Бог отнял отца нашего, есть наши, детей наших, дальше слушайте. И так делай все, что Бог сказал тебе. То есть, смотрите, когда вы получаете откровение, мы пошли в кубики опять. А, да? Да. Может, сегодня должен быть продвинутый интернет, по идее. Да, ну, посмотрим. Когда ты получил откровение от Бога, или ты считаешь, что ты получил откровение от Бога, которое касается всей твоей семьи, пойди обсуди это с женой. Жена тебе скажет, Вася, ты гонишь. И ты, конечно же, скажешь, ну, моя жена не духовная. Она из дневного сада. Она не шарит. Смотри, друг мой, Бог, если тебе что-то скажет, если Бог захочет что-то сделать в твоей семье, или вообще что-то, Он не будет в твою семью вносить какие-то погромы, разгромы, разлады. То есть, Бог хочет, чтобы все это было в мире, в твоей семье. Потому что это святая территория. Ну, почему мы еще вдохновляем братьев делиться с женами? Потому что по мере вашего продвижения, или по мере вашей жизни вместе, вы постепенно оба вместе научитесь различать голос Бога, обсуждая между собой. Так вот, к чему же я веду дальше? Я же к чему веду дальше? То есть, Яков получил откровение от Бога, переварил его внутри, пошел к женам, обсудил, жены дали разрешение. То есть, понимаете, тут я вижу очень здравый подход к Божьим откровениям. У тебя должен быть кто-то, а в частности, это жены Якова, которые бы дали противовес. Может, ты улетел, может, ты вообще воздушный шарик или змей воздушный. Что у тебя такие, что у тебя откровения каждый день. Как этот газ называется, который поднимает шарики? Гелий, разные водород. Может, ты гелий поймал. Да, может, ты надышался гелием. Паш, может, ты на заводе работаешь, где производят гелий. Ты надышался и улетел. Понимаешь? То есть, тебе нужен кто-то, не вовлеченный эмоционально, чтобы здраво рассудить это все. И смотрите, жены, это важная часть семьи была. Они сказали, все, это, скорее всего, от Бога. Мы видим, что Бог дает тебе разрешение. Иди делай. То есть, они тоже подтвердили, все, есть и шур. Знаешь, я хочу опять на темную сторону луны. Смотрите, друзья, иногда есть братья, которые жалуются, говорят, моя жена, она такая недуховная, она мне не доверяет, короче, она там, она там, короче, не молится, не та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. И ты спрашиваешь, брат, а кто у вас основной доход в семье приносит? Ну, жена, короче, а что так, почему не ты? Ну, и, короче, есть разные причины. Но, смотрите, если жены вам не доверяют, я тебе хочу сказать, так сделай так, чтобы она тебе, да, доверяла. Ты снялся языка. Но я хочу сказать, смотрите, проверьте, почему, может быть, ну, поймите, что иногда причиной недоверия жены может быть муж, который не слышит от бога, который не работает. Который деньги, например, в казино профукивает. можно доверять такому человеку финансы? Ну, ладно, в казино это такое дело, короче, а в компьютер, там, или, там, я не знаю, на марки тратит, знаешь, как бы. Я приведу просто пример, что, может быть, вы деньги вбухиваете в какие-то совсем ненужные вещи, и жена пытается всяческими, там, спрятать от вас и так далее. Смотрите, женщина не обязана на вас работать, она не рабыня. Окей, то есть, или вы в семье равноправные партнеры, и вы, ну, вместе ведете, как бы, идете по жизни, ведете семью и детей, или, ну, ты брат, тебе не доверяет жена. Так, проверь, почему. Может, знаешь, иногда женщины боятся сказать, может быть, ты слишком строгий, может быть, ты слишком строго к своей жене относишься. Так, в писании написано, не будьте слишком строгими, будьте милостивыми к своим женам, чтобы они могли говорить, потому что, как бы вы ни крутили, как бы вы ни хотели, они слабее вас, эмоционально слабее вас, физически слабее вас, и там внутри они могут быть маленькими перепуганными девочками, которых вы туда загнали, в этот угол, и своей строгостью не даете им выйти, и они боятся вам сказать. На эту тему можно долго говорить. Смотри, я вижу, ну, извини, говори, говори, все правильно, я просто уже начал проповедовать, а у нас сегодня. Я, может, одеваю это на бизнес-модели какие-то, но я вижу корпорация и совет директоров. В чем прелесть совета директоров, или для чего нужен совет директоров? Потому что один человек может ошибаться, когда коллегиально... Кроме? Я не буду говорить. Кроме товарища Сталина, да. То есть, смотрите, совет директоров очень крутая штука, потому что, допустим, есть в совете директоров 12 человек, да? У каждого из этих 12 свой определенный узкий, узкая направленность, специализация. Один финансами занимается, другой работой с клиентами, третий работа с подчиненными. То есть, смотрите, когда решение принимается коллегиально, оно более-менее взвешенно, сбалансировано. Окей? Поэтому, братья, мужики, потому что вы как бы священники в доме, я вас призываю, делитесь со своими женами и важные жизненные решения принимайте коллегиально. Окей? Да. Потому что очень часто, когда мы сами из-за нашей мега-супер-духовности принимаем решения, потом мы попадаем в халепу. Я вот узнал недавно, что халепа – это не украинское слово, а греческое. Да. Ты меня удивил, кстати, я что-то не сказал об этом. Понимаешь, потом выгребает вся семья, как бы. Когда мы попадаем в халепу, выгребает вся семья. Да. Короче, сегодня вот такое вот слово для братьев. И, знаете, я хочу сказать, что это удивительно, не то, что это страшно, это удивительно, унизительно, когда женщине по плоти, как бы по телу, там, я не знаю, 50-60 лет, а внутри она запуганная мужем девочка, которая прячется и боится этого мира, и боится своего мужа, и вообще боится там шевельнуться и ходит по желтой линии дома. То есть, друзья, если, ну, я не знаю, почему я сейчас об этом говорю так вот открыто, и у меня есть ощущение, что, ну, это нужно сказать, это действительно касается кого-то, или кого-то коснется из братьев. Друзья, ну, вам нужно освобождение от этой строгости, от этой свирепости и от агрессии, которая есть внутри вас. Ты знаешь, вот эти вот учения, ну, у баптистов встречается такое, может, даже у пятидесятников. Женщина, ну, то есть, ее предназначение одеть косынку, молча прийти, это самое, на служение, да? Да. Причем, представляется такой специальный электронный счетчик, что больше пяти слов женщина не должна сказать. Эти женщины выглядят, ну, реально замученными от жизни, ребята. Реально замученными от жизни. То есть, вы не можете вот этот огромный потенциал вот так вот сдавить, он все равно когда-то выстрелит. Но когда он выстреливает, это хуже термоядерной бомбы. Это снесет все просто. Да. Согласен. Почему я настаиваю, что наши отцы это не отцы церкви? Ну, я настаиваю. Так вообще-то писание говорит. Почему наши отцы это Авраам, Исхак, Иаков? Вот почему. Поэтому берите с них пример. Не улетайте ни в какие философии. Вот жизненная, это называется практическая жизнь, практическое применение. То есть, заходите сюда, читайте, питайтесь и поступайте, как поступали наши праотцы. И вам, и счастье будет вам. Да. Ну, смотри, если мы коснемся книги Откровения, кто там сидит перед Иисусом? 24 старца. Вот и есть отцы церкви, 24 старца, 12 патриархов, мы верим так, и 12 апостолов. Вот и есть отцы церкви, амен, снимают венцы и говорят, ты достоин. Окей, к писаниям. Не за чужих ли 15 стих он нас почитает, ибо он продал нас и съел даже серебро наше. Поэтому все богатство, которое Бог отнял отца нашего, если, ну, ты уже это читал, делай все, как Бог сказал тебе. И встал Яков и посадил детей своих и жен своих на верблюдов, взял с собой весь скот свой, все богатство свое, которое приобрел, скот, собственно, его, который он приобрел в Месопотамии, чтобы идти к Ицхаку, отцу своему, в землю ханаанскую. То есть первый намек, что Ицхак еще живой. И мы, да, мы смеяли, то есть, ну, как бы Ицхак по жизни вызывает смех, как бы, но... То Ицхаку уже 120 лет, в принципе, да. А доживет он до 180, да. А собирался умереть в 100 лет. В 80, в 80. В 80, окей. В 80? В 100. В 100, ты прав, да, в 100. Окей. И как Лаван пошел стричь скот свой, то Рахель похитил, ну, уже пошли косяки. И как Лаван пошел стричь скот свой, видела идолов, которые были у отца ее. И Иаков же похитил... Все похитили. Все что-то сперли у него, да. Иаков же похитил сердце у Лавана Арамьянина, потому что не известил его, что удаляется, то есть без предупреждения. То есть он его огорчил очень сильно. а вот у меня такой вопрос провокационно, не знаю, как бы, ну, имеем ли мы поступать, то есть имеем ли мы право вот так вот поступать, допустим, не знаю, с родственниками, то есть не сообщив, что-то делать, короче. Смотри, со мной поступали так люди, не буду говорить кто и когда это самое... У нас сегодня это... Оставляли, как бы, да, и меня это расстраивало, да, но, как бы, я же не умер. Ну, нет, слава богу. Ну, просто, знаешь, я хочу сказать, что у каждой, ну, мое такое понимание, что, я не знаю, ты скажи, может, ты не согласишься, что каждая семья имеет свою автономию. Ну, как бы, как бы, ну, как ни крути, даже при всех, как почитай отца и мать, да, кстати, когда, теперь уже, когда, ну, родители, там, наши, Танин и мои, говорят все время, почитай отца и мать, то я им все время отвечаю, а почему вы только эту заповедь используете, где написано, а ци не раздражайте детей, почему вы эту, они ее даже не знают, но это неважно. В общем, смысл в том, что у каждой семьи есть автономия, и у каждого мужа есть автономия, как он должен поступать. Как он ведет семью, в принципе. Да, то есть он посоветовался с женами, но ему не нужно было советоваться с Лаваном, тем более, что Лаван, ну, как бы, обманывал и так далее, короче, то есть здесь, кстати, показано, что такое семья. Да. И мы, кстати, говорили, как-то рассуждали на эту тему, что такое семья и что такое дом. То есть, когда собрался весь дом, написано, сотника в Яфу, я перескакиваю, конечно, несколько тысяч лет, как бы, ну, неважно. Как написано, весь дом собрался, сотника в Кесаре, когда произошло крещение Святым Духом язычников, там был весь его дом, то есть это семья, и включая родственников. А семья – это муж и жена. Вы скажете, а дети? Дети – это второй слой семьи. Семья – это муж и жена, они принимают решение. Или, а как же родители? А родители – это другая семья, то есть, как бы, они, это дом, но родители – это другая семья, они принимают сами у себя решение. Макс, у нас через две минуты выключится обещание. Хорошо. Таня предупреждает. Хорошо. Таня сидит секундомером. Значит, тут все-все-все у всех похищают, да, то есть, ну, про Рахеля идолов мы потом будем говорить. Похитил сердце Улавана, потому что не известил его и удалился. И ушел со всем, что у него было, встал, перешел реку и направился к горе Гильад. Это в Иордании. Ну, наверное, мы закончим здесь, да, я так думаю? Потому что тут уже другая история, когда же он пошел догонять. Хорошо. Есть ли у тебя еще какое-то слово наставления? Да нет, как бы сказал все, в принципе. Хочу только сказать, что семья – это круто, и Бог вам дает, понятно, что в рамках его заповедей, быть строителем, да? Амин. То есть построить что-то прекрасное. Я скажу, для, может быть, более молодых ребят. Говори только быстро, потому что он скоро отключится у нас. Окей. Возможно, вы боитесь строить семью. Возможно, вы боитесь брать ответственность на себя. И если вы живете без Бога, то это абсолютно понятно, почему. Потому что вы чувствуете, что вы не можете контролировать жизнь, мир этот обстоятельства и так далее, и так далее. Я призываю вас, придите к Богу, примите Его в свою жизнь, попросите Ищуа стать вашим Господом и попросите Бога Авраама вести и направлять вашу жизнь. И когда вы поймете, что Бог за вас, тогда вам ничего не будет страшно, никакую ответственность взять на себя. Да поможет вам Господь, да благословит вас и обратит свое светлое лицо на вас. И помилует тебя. И помилует, и пусть ведет вас духом своим святым. Да, и даст тебе мир. Амин. Амин.